Вот ты думаешь, что ты клевый учитель, что у тебя прикольный урок Потом ты начинаешь углубляться в методику И, о боже, я вообще все неправильно делала Я думала, что я получу диплом и все Там потом всякие цельты, куча каких-то сертификатов Я вообще в шоке была Что это? Hi there, it's Nastya и моя рубрика Handy Hacks И сегодня я хотела бы поговорить про международные сертификаты и экзамены Что они проверяют, на кого направлены и что они нам дают Начнем с сертификатов, которые подтверждают наш уровень владения языком Я уверена, что вы знаете про TOEFL и IELTS Это экзамены, которые требуются для учебы, работы, жизни за рубежом Срок у них 2 года Когда я ездила по обмену в Великобританию, мне как раз нужно было сдавать IELTS UKVI Для того, чтобы получить студенческую визу Cambridge также предлагает бессрочные сертификаты, которые подтверждают уровень владения языковой компетенцией Успешное прохождение экзаменов CAE и CPE подтверждают владение языком на уровне C1 и C2 соответственно Однако, в зависимости от того, сколько баллов вы набираете, вы можете получить разные сертификаты Например, сдав экзамен CAE, вы можете получить сертификат B2, C1 и C2 А сдав CPE, вы можете получить сертификат либо C1, либо C2 Надеюсь, понятно объяснило, но если что, вот вам таблички, я пока подожду, посмотрите Зачем нужны такие сертификаты? Они являются подтверждением того, что вы владеете языком на том или ином уровне Более того, во время подготовки к ним ты находишь для себя очень много интересного Например, я сейчас готовлюсь к CPE Правда, это очень сложно Это очень-очень сложно Если честно, задания там очень сложные То есть там даже сам носитель ногу сломит Существуют также сертификаты, которые подтверждают наше владение методической базой Например, CELTA Это не экзамен, а теорапрактический курс, при прохождении которого вы получаете сертификат Другими словами, это qualification, который позволяет вам преподавать английский язык, как иностранный в любой стране мира Здесь интересно то, что оценивают не по баллам, а непосредственно по прохождению курса Например, за уроки или за выполненные задания Наш методист и ведущая рубрики Teaching Kids Юлия Белонок поделилась своим опытом прохождения CELTA в своей статье Очень рекомендую с ней ознакомиться Надо заметить, что курс направлен на новичков в преподавании Это люди, которые решили сменить профессию или приобрести новую квалификацию Однако курс подойдет и опытному преподавателю для систематизации знаний Ну вообще я слышала мнение, что CELTA это не особо такой ценный источник для преподавателя, который уже есть какой-то опыт, который закончил пед-институт Поскольку там все-таки больше направлен на каких-то начинающих свой путь молодых преподавателей Или просто людей, которые решили, ой, пойду-ка я буду преподавать, поеду в Африку учить африканских детей или в Индию или куда-нибудь там еще TKT это серия тестов, которые проверяют знания в разных областях методики Есть три основных модуля В TKT также есть специализированные модули, а именно TKT CLIL и TKT Young Learners Можно пройти тест по любым модулям в любое удобное время То есть это не один гигантский экзамен, а разные тесты на знания методики Зачем вообще нужен TKT? Экзамен TKT направлен на учителей английского в средних школах, в вузах и также на частных преподавателей Сертификаты официально подтверждают ваше владение методикой Это как бы просто такой документ, который говорит, да вот она или он клевый препод Дельта это следующий этап кембриджских квалификаций Еще зачитаю Дельта это следующий этап кембриджских квалификаций преподавания английского как иностранного Это курс углубленного изучения методики, который включает в себя три модуля Модуль 1 это письменный экзамен Модуль 2 теория и практика преподавания Модуль 3 письменная работа Каждый модуль оценивается отдельно и чтобы получить сертификат Дельта необходимо пройти все три этапа Зачем нужен Дельта? Кембридж Делта это международный диплом, который дает вам право преподавать английский как иностранный в престижных языковых школах, а также занимать административные позиции в учебных заведениях Надеюсь, видео для вас было полезным От себя добавлю, что отсутствие сертификатов вовсе не говорит об отсутствии компетенции Есть прекраснейшие преподаватели и без всяких сертификатов Такого рода курсы и экзамены являются одним из способов профессионального развития и получения опыта Ну и также некоторый такой челлендж для преподавателей, если нам хочется двигаться куда-то дальше Ну, лично для себя я пока не считаю целесообразным проходить такие курсы, поскольку я только что закончила ЭД И все четыре года я эту же методику изучала Хотя в будущем, я уверена, мне будет это интересно Пожалуйста, напишите в комментариях, есть ли у вас какие-нибудь сертификаты И как вы вообще к ним относитесь На этом не все Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал И stay tuned, bye Я не могу просто не ржать начинать Потому что там вот эти адос-дос Вот я не знаю, что такое Оно не гуглится Не гуглится Они не пишут, они не думают, что все знают А я откуда знаю, что такое адос-дос Вообще, блин Субтитры сделал DimaTorzok